Как воссоединиться с родителями, если вы гражданин США? Всем привет! Меня зовут Елена Манерич, я иммиграционный адвокат. В этом видео я расскажу, как гражданам Америки воссоединиться со своими родителями и помочь быстрее переехать в Америку. Подпишитесь на мой канал на YouTube, на Telegram, на Instagram, где я достаточно часто отвечаю на ваши вопросы и пытаюсь осветлять все новости иммиграции. Итак, поехали. Если вы гражданин Америки, вы имеете право воссоединиться со своими родителями. Этот процесс будет достаточно недолгий, но требует все-таки определенных усилий. Значит, для того, чтобы воссоединиться с своими родителями, нужно понимать, что это можно делать двумя способами. Либо они будут ждать воссоединения здесь, на территории Америки, либо они будут ждать у себя дома или не на территории США. В любом случае, начать стоит заполнение петиции i-130. И также нужно иметь в виду, что для того, чтобы воссоединиться с родителями, вам нужно показать, что у вас есть достаточный средств для того, чтобы их в случае чего содержать. Здесь стоит сказать, что если денег у вас недостаточно, либо, допустим, вы в прошлом году не заработали достаточно денег, тогда у вас может быть дополнительный человек, друг вашей семьи, кто может выступить дополнительным спонсором, чтобы доказать, показать иммиграционной службе, что в случае чего они смогут возместить издержки, которые понесут ваши родители. Начинаем мы процесс воссоединения с заполнением формы I-130. И дальше, если родители находятся на территории штатов, тогда они будут проходить процедуру, которая называется Adjustment of Status. Это означает, что они интервью будут проходить здесь. Я хочу сказать, что достаточно часто в последнее время я замечаю, что для родителей отменяют процедуру интервью, и грин-карта им приходит по почте домой. Это было связано в связи с ковидом, сейчас я вижу, что такая практика может продолжиться, поэтому если все сделать правильно, возможно, интервью отменят, и вы получите свою грин-карту по почте. В другом случае, если вы решили, или если так случилось, что вы будете ожидать воссоединения с вашими родителями здесь, а ваши родители будут находиться за границей, тогда им нужно будет пройти через Consular Processing, то есть они пойдут на интервью в посольство и свою иммиграционную визу будут получать за границей. Тогда вы подаете петицию I-130, как я уже сказала, и после того, как она одобрена, она переходит в национальный визовый центр, где визовый центр запрашивает основные документы, чтобы подтвердить ваше родство между родителями, и запрашивает Affidavit of Support I-864, чтобы показать, что вы в состоянии их содержать. Они эти документы просматривают, если они их одобряют, тогда переходят ваши документы в консульство, в посольство страны, где находятся родители, и они ожидают вызов интервью, уже находясь за границей. Из хорошего то, что виза для ваших родителей, если вы граждане США, будет доступна всегда, то есть на эту категорию виз нету квот, поэтому вне зависимости от того, сколько людей обратилось для воссоединения со своими родителями, для них всегда будет виза. Что по срокам? Значит, если ожидать здесь, то последнее время, последний год, я вижу, что срок воссоединения где-то 3-9-11 месяцев, если это через консульство посольства, тогда срок ожидания дольше, потому что там все зависит от конкретного консульства. Стоит заметить, что в 2022 году в связи с военными действиями в Украине для украинцев появилось возможно подать петицию I-130 не через иммиграционную службу, а напрямую в посольство. Обычно эта услуга недоступна, обычно петицию I-130 подается в иммиграционную службу. Если ребенок, гражданин Украины старше 21 года, находится где-то в Европе, тогда этот человек может обратиться напрямую в посольство и подать свою петицию там. Это может ускорить сроки, и вы сможете привезти сюда своих родителей быстрее. Значит, что очень важно? Для того, чтобы ускорить сроки воссоединения с родителями, и для того, чтобы, если родители ожидают здесь, чтобы была высокая вероятность отмена интервью, очень важно заполнить все документы правильно. И I-130, и I-864, и I-485, и все сделать без никаких заминочек. Почему это важно? Потому что, если вы подаете неполный документ, либо если что-то заполнено неправильно, то офицер, когда рассматривает вашу петицию, вам он не одобрит ее сразу, а пришлет вам RFE, request for evidence, это запрос на дополнительные доказатели. В связи с этим вы потеряете достаточно много времени, поэтому заполняйте всегда все правильно, либо обращайтесь к адвокату. Значит, я раскрыла главные нюансы, оставляйте вопросы и комментарии под этим видео, я на них отвечу, либо запишу новые видео. Подпишитесь на мой канал, чтобы всегда быть в курсе последних новостей об эмиграции. Всем пока!